17 июля 2018 года Господь сподобил меня участвовать в удивительном мероприятии, которое проходило в станице Арчидинской, Волгоградской области. В этот день там была литургия и также был установлен бюст святому царю, мученику Николаю. В этот же день, что удивительно, этот же бюст был установлен в Нью-Йорке, в здании Синода Русской Православной Церкви за границей. Бюст работ известного скульптора, который делал не одно произведение искусства на православную тему, Вячеслав Клыков, он сделал этот замечательный памятник. Но самое главное, конечно, не то, кто сделал этот памятник и что он был установлен в станице Арчидинской. Хотя это само по себе прекрасная для нас иллюстрация того, что Господь смотрит на сердца. То есть вот там, в станице Арчидинской, как я понял, Игумен Петр, который храм построил в честь святого мученика Николая, он был более всех заинтересован в том, чтобы этот бюст там появился. Он очень сильно горел сердцем, он просто потрясающе огромную организационную работу провел. Но для меня, конечно, этот день в первую очередь связан не с станицей Арчидинской, хотя я там и был, а связан с Екатеринбургом, с теми событиями, которые были сто лет назад. Там трагические события, совершившиеся сто лет назад. О чем я думал в этот момент? Я думал вот о чем. О том, что с одной стороны эти события для нас были очень трагические, потому что и являются они сейчас, и спустя сто лет, очень трагические события. Потому что мы потеряли императора, мы потеряли царскую семью, мы потеряли ту Россию, которая у нас была. С другой стороны, радость в том, что мы получили, у нас появились новые ходатайы перед Богом за нашу страну русскую. Царь Николай и его семья. О чем я думал в этот момент? Я думал, находясь в Арчидинской, о том, что... Почему здесь? Но я уже ответил на этот вопрос, о том, что Игумен Петр и те люди, и его единомышленники, которые там вокруг него были, помогали ему, они максимум усилий приложили. Они настолько полюбили царя-батюшку, что они сделали все возможное, чтобы этот памятник был там установлен. Но когда был дождь, и пришли 300-400 человек, меня, конечно, это очень порадовало. Очень порадовало то количество людей и та искренность, которую я увидел там в людях. А с другой стороны, в то же время, меня очень сильно огорчило, что, допустим, этот памятник не установили в Волгограде, в моем родном городе. Что не установили во всех миллионниках, в городах, в которых обязательно должна быть увлековечена память святого царя Николая и его семьи. Что не установили памятник этот в других крупных городах. Что не переименовали улицы, хотя бы какие-то. У нас почти ничего не осталось от того прошлого, не в плане топонимики, то есть названий городов, улиц, не в плане истории. У нас очень много фальсификаций и лжи до сих пор, спустя сто лет, после этой трагической кончины царя Николая и его семьи. Спустя сто лет мы не сделали правильный вывод. Вот эти мысли меня больше всего беспокоили, беспокоят и сейчас. Потому что это очень страшно, что мы, русские люди, не сделали правильные выводы, не вынесли урок из истории. Когда мы отреклись фактически от царя-батюшки, и он, просто констатировав этот факт, сам ушел в сторону. Решив не топить нас в крови, не принуждать нас повиноваться ему. Но он свободно отошел в сторону, уважая наш выбор, уважая нашу свободу. Он сказал русскому народу, если вы не хотите меня, не хотите монархию, Богом установленную форму правления, поживите сами, попробуйте пожить сами. И вот мы сейчас живем. И спустя сто лет мы живем, мы видим, как мы живем. Мы видим, как мы живем без родного отца, без царя-батюшки-императора. Мы живем плохо, в первую очередь духовно, духовная деградация налицо. Все остальное, военно-политическое, экономическое состояние России, оно вторично, и оно производное от первого, от духовного состояния. Поэтому, вот я, когда там находился, у меня была и радость от того, что у нас есть такие ходатайи. Но была и печаль и горесть за Россию, за то, что мы, отрекшись, наши предки, отрекшись сто лет назад от царя-батюшки, сейчас мы все равно, имея вот этот исторический урок, не делаем правильные выводы из него. Это страшно. Если Русь не проснется, и причем в ближайшее время, потому что у нас и так уже 30 лет свободы церкви, если мы не проснемся в ближайшее время, то будет еще один исторический урок. Я боюсь, это будет страшно для всего мира, не только для России. Все отцы, современные подвижники говорят о том, что если мы не изменимся, мы не проснемся, в первую очередь Россия, потому что наибольшее количество православных людей здесь у нас, то всему миру будет очень страшно и будет большая катастрофа, катаклизм для того, чтобы мир очнулся и начал избавляться от того духовного бремени, греховного бремени, которое таким тяжким грузом легло на все человечество. Я был поражен тому, что люди, несмотря на ливень, находились там, приехали в большом количестве для такой работы, для такой местности, а именно станица Пченицкая. Это вблизи райцентра Михайловки, это центр Волгоградской области. Это не Волгоград, еще раз говорю, это не даже какой-то крупный город, а это станица. Я очень рад, что у нас есть такие люди, очень рад, что у нас есть такой батюшка Игумен Петр, что у нас есть такие атаманы, как Гречищенков, который собрал много людей, казаков, казачат, казачек. И меня это порадовало очень сильно. Но все равно, все равно, был и какой-то элемент, и очень серьезный элемент печали, что, во-первых, это не в моем родном городе происходит так же. Я не говорю, что в станице Арчединской это не надо делать, но я хотел бы, чтобы в моем городе Волгограде, который для меня очень дорог, миллионный город, и город воинской славы, город-герой для нас, для России, да и для всего мира, да, чтобы так же был памятник нашему царю-герою, царю-мученику, царю-духовному лидеру нашей страны, который был, есть и будет таковым, несмотря на все попытки замазать его честное и святое имя, запачкать его, заплевать и сделать так, чтобы оно было забыто в истории. Он всегда будет для нас царем-батюшкой, и мы всегда будем ему верны. Еще что хотел сказать, такая мысль у меня посетила, почему же еще, вот говоря о количестве людей, да, почему так мало у нас вообще людей, которые да и в храмы ходят, да, да и в крестных ходах в честь царя-батюшки участвуют, почему так мало людей духовных? И знаете, вот в тот, в этот же день, 17 июля, у меня такая мысль посетила, послушай, послушай, а много ли людей шли за Христом? Много ли людей искали настоящую правду, настоящую истину тогда, в первом веке от Рождества Христова, когда жил сам Спаситель? Много ли людей верили Ему? Много ли людей шли за свободным, вот таким вот, хотели свободных отношений с Богом, истинных, настоящих отношений с Богом? Вот, в свободе, в любви к Нему. И у меня послышался в душе ответ, нет, очень мало. И тогда было очень мало людей, которые искали правду, истину. В основном обманывались, в основном шли за ложью, потому что это проще. Не надо ничего менять в своей жизни. Можно просто смотреть на футбол по телевидению или фан-зоне, или на стадионе, если у тебя много денег. Можно просто пить пиво, развлекаться, какие-то кайфы, какое-то наслаждение ловить, вот эти житейские, да, и все, и на этом остановиться, и ничего не желать, кроме хлеба и зрелищ. Это путь языческий, для нас это путь катастрофы. Для нас, христиан, спустя две тысячи лет после пришествия Христова, если мы останемся на этом пути, который видно сейчас с невооруженным глазом, превалирует в нашем русском обществе, то это будет конец. Поэтому я призываю всех русских людей, встаньте, давайте мы проснемся. Мои родные русские люди, давайте мы проснемся, давайте мы опомнимся, давайте вернемся к корням, к корням духовным, историческим, языковым нашим корням. Выбросим на помойку тот ложный стереотип мышления, который уже нам навязан, и который навязывался еще раньше, в 19 веке, и в начале 20 века, фактически, как сказал один молодой историк, к сожалению, я забыл его имя, он в фильме «Николай II. Переезжай время» выступил так, потрясающе веско, он сказал такие слова. Россия в начале 20 века стояла перед выбором между западным коммунизмом и западным либерализмом. Давайте вдумаемся в эти ужасные слова, что получается, что тогда уже, в начале 20 века, еще до катастрофы 1917 года Россия стояла перед ложным, навязанным нам выбором, между западными ценностями либерализма и коммунизма. Русская православная идея, русский православный путь был забыт, он был отринут, оставлен в сторону, и все, как будто это архаика, которая никому не нужна. На самом деле это и есть единственный путь выживания, жизни и вообще прекрасного существования, и процветания нашей России. Это путь православного самосознания, путь православного исторического развития, путь монархического развития, потому что это единственная правильная Богом установленная форма правления. Монархия от слова «монос», от слова «один», управляющий «один». И этот «один» Божий помазанник, а не самозванец с улицы. Очень серьезная, очень серьезная проблема даже для нас, православных, поцерковленных людей, тех, кто посещает церковь постоянно. Скажу больше, для всех, кто меня может сейчас слышать, я сам заблуждался, даже вот до последнего времени, до декабря 2017 года, я заблуждался в чем? Я почитал батюшку царя, я уважал его, любил его, как нашего святого, но я думал, что он был слаб, что он был слабым человеком, слабым императором, что он сдал власть, что надо было утопить в крови революцию, революционеров уничтожить, как говорил Столыпин, 50 тысяч человек, да? Но я не понял одного, не понял до того времени одного, что царь выполнял волю Божию, она была ему предречена, это воля. А воля Божия состояла в том, что Бог никого не принуждает любить его и любить его слуг, его помазанника, в данном случае царя батюшку Николая. И Господь, видя, что почти вся Россия отреклась тогда от царя, Он сказал фактически самому царю через праведников, через угодников Божий, что тебе надо будет уйти и взойти на Голгофу, на личную Голгофу, на которую Он взошел. Вот я всем рекомендую почитать книги, допустим, замечательного батюшки, который вот через него, через цитату из его одного произведения, я в его храме, находясь в Москве, дошел до этого, до того, что действительно царь не был слабым, не был безвольным. Он был сильнейшим человеком, который решил во что бы то ни стал исполнить волю Божию и пойти на Голгофу не только самому, но и вместе со всей семьей, что, кстати, делает им великую честь, супруги, детям, которые были настолько верны царю, настолько любили его и, в первую очередь, Господа Бога, волю которого они исполняли, что пошли на эту мученическую смерть. Поэтому я всем желаю, чтобы почитали книги про Террия Александра Шаргунова. Вот у него я узнал о том, что царь выполнял волю Божию, он не был слабым человеком. Также я рекомендую очень сильно, не поленитесь, найдите где-то час с небольшим и посмотрите фильм «Николай II. Опережая время». Это недавно совсем был этот фильм, вышел на экраны, потрясающий фильм. Я рекомендовал всем своим родным, я рекомендовал знакомым, сделал рассылку. Мне очень многие люди благодарили, родные благодарили, знакомые благодарили за то, что я прислал им фильм, который открывает правду о царе-мученике. О его времени, о его семье, открывает правду, борется с ложью и дает нам шанс на переосмысление и на возрождение всей России. Посмотрите этот фильм. Еще раз напоминаю, режиссер Полина Мурашко, Белых, я так понимаю, ее вторая фамилия, называется он «Николай II. Опережая время». Что можно сделать еще, что может быть проще, чтобы сесть и посмотреть фильм, и там все это разжевано, все разжевано, все показана правда и посрамлена ложь. Сделайте, пожалуйста, мои хорошие, мои дорогие соотечественники, русские, православные люди, не поленитесь, потратьте свое время. Найдите в себе силы и время открыть для себя правду, найти эту правду. И найдите в себе мужество решительно следовать за этой правдой, потому что без правды у нас нет будущего. Ибо правда истина – это сам Христос, который сказал, что я аз есмь путь, истина и жизнь. Выберите этот путь, следуйте за истиной, и вы наследуете жизнь вечную. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!